Доброе утро, добро пожаловать на Startup Village, добро пожаловать в кластер энергоэффективных технологий фонда Сколкова. Меня зовут Грачев Николай, я руководитель нашего кластера. Сегодня мы вместе с коллегами, с 20 стартапами, с замечательным жюри. Я думаю, у нас будет очень интересная дискуссия, очень интересная презентация. Поэтому добро пожаловать, мы желаем всем участникам успехов, желаем интересного общения, встречи с потенциальными инвесторами. Вы увидите, и Олег, мой коллега через секунду об этом расскажет, что у нас в жюри, я думаю, много потенциальных партнеров, промышленных партнеров для наших молодых стартапов. Поэтому еще раз желаю вам хорошего, интересного дня, успехов и интересного общения. Спасибо. И Олег Перцовский сейчас коротко представит наше многочисленное жюри, и потом мы уже перейдем к самой печь-сессии. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас всех сегодня здесь видеть. Сегодня у нас собралось очень представительное жюри. Я представлю всех коллег, которые у нас сегодня согласились поучаствовать в мероприятии. Итак, это Денис Цыпулев, замдиректора департамента компании МАЭСК. Это Игорь Николаев, представитель, ведущий эксперт Росттехнологий. Это Александр Андреев, эксперт компании Schneider Electric. Помимо отраслевых компаний, сегодня у нас есть и представители венчурных фондов. Рад представить Александру Нинахову из компании Varda Capital. Андрей Кулаков, руководитель дирекции возобновляемой энергетики Интеррау ЕС. Мартин Гитцельс, вице-президент компании Siemens. Валерий Тропин, директор по инновациям компании Е4. Владимир Софьин, начальник департамента инноваций компании Россети. Василий Степченко, руководитель департамента инноваций компании Интеррау. Сергей Петелин, заместитель технического директора сибирской генерирующей компании. Сергей Джуринский, еще один представитель инвестиционного сообщества, компания Bright Capital. Владимир Холкин, НТЦ ФСК ЕС. Елена Дунаева, компания Sengaben. И Михаил Козлов, компания RusGydra. Сегодня по электроэнергетике нам предстоит выслушать 20 стартапов, которые расскажут о своих разработках. Просьба обратить внимание на очень жесткий регламент, который у нас есть, поскольку проектов много. На выступление дается ровно 4 минуты. Через 3 минуты будет раздаваться звуковой сигнал. Антон, мы обеспечим, да, звуковой сигнал? И на четвертой минуте вы еще раз услышите сигнал. После этого выступление будет окончено, и у экспертов будет 2 минуты на то, чтобы задать вам короткие вопросы. Большое спасибо за то, что вы все здесь, и мы начинаем наше мероприятие. Вести его сегодня будет наш проектный менеджер, отвечающий за электроэнергетику Антон Скибин. И я передаю ему слово. Добрый день, коллеги. Кратко у нас сессия из двух частей состоит. Сначала 10 проектов слушаем, потом небольшой перерывчик нам для членов жюри технический. После этого еще 10 компаний. Совсем в сжатые сроки, поэтому ничего не говорю. Предглашаю первую компанию к выступлению у теплозащиты Бажин Сергей. Следующий Федоров Сергей, иконсервис. Добрый день. Меня зовут Бажин Сергей. Я представляю проект нашей компании теплозащита. Это технология повышения эффективности работы градирин с использованием системы испарительного охлаждения наружного воздуха. Градирин является основой системы охлаждения технологического оборудования на промышленных предприятиях, тепловых и атомных электростанциях. Это то же самое, что радиатор для автомобиля. Когда температура окружающего воздуха подымается выше 30 градусов, эффективность работы градирни существенно снижается. Естественно, градир не может охладить оборотную воду ниже, чем температура атмосферного воздуха по смоченному термометру. Это законы физики. А высокая температура воды в системе охлаждения, как вы знаете, ведет к снижению эффективности работы технологического оборудования. Для нефтеперерабатывающих заводов снижается выпуск бензинов, для электростанций снижается выработка электроэнергии. Спрос на решение данной проблемы существует везде, где жарко. Это и юг России, США, Китай, Индия. Особенно актуальна эта проблема, как я уже говорил, для тепловых и атомных электростанций и для нефтепереработки. По нашим предварительным оценкам, в мире работает более 10 тысяч градирин различного типа в регионах жарким климатом. Для оценки мы использовали открытые источники как России, так и за рубежом. Проблемой повышения эффективности работы градирин во всем мире занимается много компаний, но их решение затрагивает само оборудование градирни, ее конструктив, и не решают эту проблему по высокой температуре атмосферного воздуха. В принципе, это ограничение можно преодолеть, используя цикл МС-оценка, но данное оборудование достаточно сложное. Мы решаем проблему более эффективно. Известно, что испарение одного грамма воздуха на кубометр воды понижает температуру этого объема на 2 градуса. Вот наша установка. Насосом высокого давления вода подается на испарительные панели с форсунками, которые установлены на входе воздуха в градирню. Там она, выходя из форсунки, разбрызгивается на капельки менее 10 микрон и мгновенно испаряется с поглощением большого количества тепла. Воздух, естественно, охлаждается. Преимущества нашего решения. Во-первых, мы существенно снижаем зависимость градирни от высокой температуры атмосферного воздуха. И наше оборудование требует вносить изменения в саму конструкцию градирни. Все оборудование нашей установки размещается рядом. Испарительные панели на входе воздуха в градирню, а оборудование водоочистки и насосы в вагончике рядом. Наша команда – это коллектив единомышленников, обладающим высоким ночно-техническим потенциалом. Мы имеем опыт работы как в области продаж, так и внедрения инновационных технологий. У нас есть отработанная технология. Два патента по теме проекта, полученные в России, один в США. Изготовлен опытный образец нашей установки, который успешно отработал на башенной градирне номер 2, Страханская ТЭЦ-2. Вот на фотографии приведена она. Работа установки была обследована Институтом гидротехники имени Веденеева, получено положительное заключение. Срок окупаемости инвестиций составил менее года. На сегодня мы имеем готовый проект нашей установки для башенной градирни и в разработке вариантов установок для других типов градирен. В ближайшие два года мы планируем проведение исследований с целью совершенствования технологии, разработку проектов модельного ряда установок для различного типа градирен, изготовление трех пилотных установок и их апробация в работе. Для этого нам требуется 58 миллионов рублей. Структура бюджета проекта приведена на слайде. Срок окупаемости инвестиций 3-4 года. Инвестору мы предлагаем блокирующий пакет 25% в основном капитале. В 2016 году переходим к этапу активных продаж и к 2020 году планируем ежегодно продавать на миллиард рублей наших установок. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Сергей, что вовремя. Уважаемые коллеги жюри, пожалуйста, если у вас есть вопросы. Да, пожалуйста. Скажите, принцип работы испарительной градирни, он как раз построен на эффекте снижения температуры испарительного воздуха? Нет. Он-то построен на том, что вода отдает свое тепло. Но воздух, когда он нагрет до высокой температуры, выше 30 градусов, вода уже не может охладиться ниже, чем температура атмосферного воздуха по смоченному термометру. Мы входящий воздух охлаждаем. И за счет этого мы охлаждаем входящий воздух градусов, в зависимости, конечно, от влажности, где находится эта градирня. Но вот, например, если на 10 градусов мы охлаждаем воздух, то на 2 градуса охлаждается оборотная вода. А вы знаете, что мощность градирни башены – это обычно 8 градусов. То есть мы практически сразу на 25% повышаем мощность градирни. Всего-то градиент 10 градусов создаем по воздуху. У меня по финансам есть вопрос. 58 миллионов инвестиций вам нужны. А на что вы это собираетесь израсходовать в течение ближайших двух лет? Да, но что вы хотите сделать с этим денег? А, окей. На русский можно на русский? Это очень много денег. Извините, я отвечу на русский. Ну, понятно. Давайте. Значит, там в первую очередь это будет закупка оборудования для трехпилотных установок, в том числе и лабораторного оборудования для проведения исследований работы этих трехпилотных установок. Вот эти ближайшие два года мы доработаем технологию, и эти трипилотные установки помогут нам продемонстрировать сразу на предприятии, то есть они у нас передвижны, мы выезжаем на нефтеперерабатывающий завод. Вот посмотрите, месяц отработали, вот такой эффект. На ТЭЦ приехали, месяц отработали, вот такой эффект. Так, миллиардный оборот вы хотите сделать, значит, сколько установок вам нужно? Мы планируем примерно, что где-то 14-15 башенных градирен в год мы будем таким образом модернизировать, и где-то 170-180 аппаратов воздушного охлаждения, то есть где не испарительные градирни, а где вода идет по замкнутому контуру. Они на нефтеперерабатывающих заводах обычно стоят такие установки. Спасибо вам. — Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то конкуренты, может быть, в России, вообще в мире? — Ну, я вот уже говорил, что достаточно много компаний. Например, та же компания «Тмим» у нас в России, есть за рубежом компания «Фанс», например, которые занимаются вообще, они градирнями, повышают их эффективность работы, в том числе в жарких странах, естественно, турецкая компания, например. Но вся ситуация в том, что вот эту проблему, лимитирующую по окружающему воздуху, они не снимают. Они вносят, конечно, изменения в испарители, более вентиляторы мощные ставят, но с воздухом они ничего не делают. С воздухом делаем, как говорится, только мы. Хотя есть, вы знаете, патент, принцип Майсоценко. По нему есть, в общем-то, в Америке даже выпускают кондиционеры. Но это такие конструкции, там трубочка, по которой течет вода, сверху там другая трубочка, по которой идет наружный воздух. То есть градирни это пристроить, это очень сложно. У нас установка рамочки, рядом вагончик с оборудованием, она передвижная, можно отсюда забрать, переехать в другое место, переставить как нужно. — Сергей, спасибо большое. У нас, к сожалению, время закончилось. Следующий выступающий, поблагодарим выступающего, Федореев Сергей, Консервис. Следующий, Ткачев Александр, ООО «Виртус». Добрый день, Сергей Федореев, компания «Инконсервис», город Нижний Тагил. Представляю технологию повышения надежности и экономичности работы разборных контактных соединений в электротехническом оборудовании. Электрические контактные соединения — это очень простые устройства, которые могут быть причиной серьезных проблем. Источник этих проблем известен. Это износ электросетевого оборудования. Есть данные, примерно 50% электросетевого оборудования отработало один нормативный срок службы. Решения также известны. Это средства стабилизации переходных сопротивлений. Потребителями данных средств являются промышленные предприятия, сетевики, производители электрооборудования, монтажники. Однако статистика такова. Около 90% электрических контактных соединений работают без каких бы то ни было средств стабилизации. Мы предлагаем свое средство стабилизации, способ получения защитных металлопокрытий на поверхности разборных контактных соединений. Покрытие мы получаем при нагреве контакт деталей до температуры всего 30-60 градусов Цельсия. Технология может применяться для восстановления разборных контактных соединений, может применяться при производстве электрооборудования. Вообще средства стабилизации можно условно разделить на две группы. Это защитные металлопокрытия и токопроводящие пасты. В нашем решении нам удалось совместить надежность защитных металлопокрытий и простоту нанесения, характерную для токопроводящих смазок паст. Технология может применяться в полевых условиях, может применяться непосредственно в сборочных участках и может служить экологичной альтернативой гальваники и лужения. Наша команда занимается исследованиями, разработками. Наш инфраструктурный партнер – Уральский федеральный университет. Все наши наработки мы отрабатываем с нашими партнерами, промышленными предприятиями. Не ставим перед собой задачи продавать покрытие или продавать услугу по нанесению этих покрытий. Наша задача – довести технологию и избавиться от нее, заняться другими разработками. Сейчас мы планируем расходы на проведение испытаний и сертификацию. Есть мысли о том, как можно развивать эту технологию, поэтому мы готовы привлекать разработчиков, если такие найдутся. Ну и также мы нуждаемся в партнере для продвижения и продажи технологии. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы членов жюри. Вы оценивали рынок и каким образом вы хотите ставить нашу партнер? Смотрите, ситуация какая. В нашей команде нет специалиста, который может оценить рынок. Есть, скажем так, интуиция, есть какое-то представление о том, где это может применяться. Нет. Мы эту задачу с удовольствием уступим. То есть если вы готовы оценить, выполнить вот эту работу, то пожалуйста. Пожалуйста. То есть у нас есть какая-то наработка, мы с ней пришли сюда. А в чем у конкурентной преимущества по сравнению с другими технологиями? В чем ваша лучше? Она применяется, еще раз, вот если мы говорим о металлопокрытиях, да, то эта технология может применяться в полевых условиях, что я под этим подразумеваю. Мы приходим на подстанцию, так? Ну, я тоже могу полей. Ну, не вопрос, да, но... Еще раз, вопрос сферы применения. То есть в полевых условиях паять оловом вы вряд ли будете. По крайней мере, я с людьми, с которыми я общаюсь, никто этого не делает. Там высокие температуры. Вероятно. Значит, наше решение не для границы системы безопасности. Нет, это легкоплавкие сплавы, которые мы наносим на контакт деталей контактных соединений. Около одного микрона. Если вопросов нет, благодарим Сергей. Приглашаем Ткачев Александр, Виртус. И, пожалуйста, подготовьтесь, Лебедев Владимир. Хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Александр Ткачев. Я директор компании Виртус. Наша компания занимается исследованиями и разработками в области аналоговых и силовых систем. Мы предлагаем проект по разработке миниатюрных преобразователей напряжения. Наши технологические решения позволят существенно сократить потери в системах электропитания, улучшить массогабаритные характеристики, увеличить время автономной работы электронных устройств различного назначения. В современной электронике наиболее широко применяются распределенные системы электропитания. КПД всей системы в целом крайне чувствителен к эффективности каждого индивидуального преобразователя напряжения. Главная проблема в развитии систем электропитания – как создать преобразователи напряжения, которые будут одновременно миниатюрными, мощными, высокоэффективными и технологичными. Особенно актуальна эта проблема для малогабаритных устройств и систем с автономным питанием, таких как автоэлектроника, авиационная и космическая электроника, беспилотные летательные аппараты, носимые средства связи. Ни одно из существующих ныне конструктивно-технологических решений, ни один из типов преобразователей напряжения не решает эту проблему в полной мере. На текущем уровне развития технологии наиболее близки к идеалу гибридные модули преобразователей. Однако они весьма трудоемкие и дорогостоящие. Мы предлагаем проект, который позволит еще на один шаг приблизиться к идеалу. Наши преобразователи будут такими же миниатюрными, как и обычные интегральные, но при этом существенно более мощными и эффективными. Одно из ключевых решений, разработанных нами, это объединение на одном кристалле интеллектуальной схемы управления и высокоэффективных силовых тренч-мост транзисторов. Наш проект собрал профессионалов, имеющих успешный опыт разработок новейших полупроводниковых приборов и технологий и опыт их коммерциализации. Участниками проекта ранее успешно выполнены более 10 неокр, разработаны десятки типов микросхем и мощных транзисторов. Высокий научно-технологический уровень разработок подтвержден более десяткам полученных патентов на наши разработки. Наш проект уже активно развивается. Мы уже провели необходимые базовые исследования и теперь полностью готовы к масштабным разработкам. Мы ищем инвестиции для приобретения лицензионно чистых систем моделирования, лабораторного и вычислительного оборудования. Это позволит нам завершить разработку интеллектуальной схемы управления и уникальных для России тренч-мост транзисторов и перейти к следующему этапу – изготовлению прототипов. Хочу отметить, что спрос на миниатюрные преобразователи напряжения на сегодняшний день достаточно большой. Это связано с крайне широким спектром применения таких преобразователей и бурным развитием электронных устройств с автономным питанием. Рынок преобразователей напряжения характеризуется стабильным и постоянным ростом. В настоящее время спрос на преобразователи напряжения удовлетворяется в основном за счет гибридных модулей, которые изготавливаются на основе импортной компонентной базы. Потребность российских предприятий в наших приборах подтверждена письмами о заинтересованности и составляет порядок сотен тысяч приборов в год. Мы предполагаем использовать различные методы, различные пути коммерциализации нашего проекта, начиная от продажи лицензии и до организации своего серийного производства. Конечная цель нашей стратегии развития – организация российского серийного производства тренч-моз-транзисторов и миниатюрных высокоэффективных преобразователей напряжения высокой мощности. И в итоге выход на значительную долю рынка в данном сегменте. Благодарю за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. У вас вот был слайд со стадиями проекта. Не подскажете, по временным рамкам это насколько планируется? Первая, вторая, третья стадия? Мы планируем первую стадию завершить в течение года. Вторая стадия может потребовать от одного года до двух лет. Третья стадия также от одного года до двух лет. То есть через пять лет будет продукт? Это в худшем случае. И в догонку к этому вопрос. А элементная база для создания такого производства в России присутствует? То есть вы можете это сделать независимо от иностранных производителей? Мы планируем первоначальную обкатку технологий произвести на базе зарубежных кремниевых фабрик, на базе фаундри услуг. А в дальнейшем мы ориентируемся на производственные мощности именно российских производителей. И в значительной мере требуемая технологическая база уже присутствует. Спасибо. Еще вопрос? Слайд 6 again, please. Еще раз слайд 6. Можем вернуться к слайду 6? Просим запустить презентацию еще разочек. Слайд 6, пожалуйста. Вы посмотрите на рынок и на прогнозы по рынку. Рынок в какой степени насыщен? В 2013-2014 году. Насколько рынок насыщен? По-моему, этот рынок не очень быстро растет. Как вы считаете? И в какой степени вы попытаетесь выйти на этот рынок? Ну, в 2017-2018. Какая доля будет рынка у вас? Я скажу на русском, хорошо? Ну, манна, конечно. В первую очередь мы, конечно, ориентируемся на заполнение российского рынка, который в настоящее время заполнен в значительной мере решениями на базе импортной компонентной базы. Оценки рынка, которые мы произвели, они базируются на оценках мировых маркетинговых агентств. И это не наши придумки, это официально доступная информация. Заполнить российский рынок мы, конечно, постараемся по максимуму. То есть сколько получится, но я думаю, для начала это в любом случае будет более 10%. Ну, а в будущем надеемся выйти на лидирующие позиции именно в области рынка миниатюрных преобразователей напряжения. По крайней мере, в России. На будущее ориентируемся и на мировой рынок, ну, как пойдет. Коллеги, спасибо большое. Время у нас подходит к решению. А российский рынок, он насколько велик? Вы же говорите, вы хотите доминировать на российском рынке. Насколько он велик? Я думаю, можно говорить примерно о 15-20% от мирового рынка. Спасибо большое. Спасибо вам. Приглашаем Лебезева Владимира. Пожалуйста, подготовьтесь к компании «Лисис». Компания «Лисис», пожалуйста, подготовьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Лебедев Владимир. Я представляю разработку цифровых трансформаторов тока и напряжения для умных сетей. Традиционно в энергетике используются электромагнитные трансформаторы, обладающие определенными недостатками. Из-за погрешности в измерениях, небаланс между энергосистемами ежемесячно может определяться сотнями миллионов рублей. Кроме этого, маслонаполненное оборудование имеет взрывоопасность и пожароопасность. Так, например, несколько лет назад на подстанции Чагина произошел взрыв трансформатора тока. В результате полу Москвы осталось без электричества. Кроме этого, аналоговые трансформаторы не приспособлены для цифровых технологий, для цифровых сетей Smart Grid. Что мы предлагаем? В верхней части нашего трансформатора располагаются уникальные измерительные элементы, выполненные нашей командой. Там же находится ЦП, и с верхнего потенциала, с помощью оптического канала, информация поступает в цифре на щит управления. Таким образом, мы избавляемся от масла. У нас используется твердотельная изоляция. Что мы имеем? Повышение точности в 4 раза. Исключаем полностью взрывоопасность. Получаем самодиагностируемое оборудование. За счет этого снижаем расходы на обслуживание трансформатора и получаем цифровую технологию. Конкурентной является разработка оптических трансформаторов. Международная фирма Альстом Грид. В России эта технология продвигается фирмой Профотек. Если сравнивать характеристики, то имеем следующее. Наши трансформаторы лучше себя ведут по температуре, имеют меньшую погрешность и не имеют погрешность в зависимости от вибрации. Кроме этого, для напряжений 220 кВт и ниже стоимость наших трансформаторов, предполагается, будет в 2-1,5 раза меньше. Потребителями трансформаторов являются все энергетические компании. Ведущую роль в них выполняют российские сети. Ежегодная покупка трансформаторов тока и напряжения фирмой ФСК определяется в районе 4 миллиардов рублей ежегодно. Таким образом, оценивая полную стоимость рынка и долю цифровых трансформаторов тока, которая будет наращиваться в размере 10%, производство трансформаторов тока будет иметь 1,5 миллиона рублей ежегодно. Наша команда, наши наработки — это высококлассные специалисты Ивановского энергетического университета, экономисты, технологи. Что мы сделали для продвижения этого проекта? Нами своими силами разработан экспериментальный образец, испытаны, проведены экспериментальные исследования. Кроме этого, за последние два года выполнена разработка релейной защиты мертвой зоны по заказу системного оператора и установлена в опытную эксплуатацию. Данная защита предназначена для атомных станций. Для проекта привлечено за последние два года 10 миллионов рублей, подготовлено 10 патентов, заключены, получены договоренности с Россетями, с МРСК, также имеются договоренности с потребителями трансформаторов. Спасибо. Время закончилось. Спасибо большое. Теперь послушаем вопросы, если есть. Спасибо. Не увидел в презентации соотношение стоимости, ожидаемой стоимости вашего проекта и, скажем, тех самых оптических трансформаторов. То есть, как вы, другими словами, как вы планируете конкурировать, на чем вы планируете конкурировать с имеющимися на рынке проекта? Хорошо. Оптические трансформаторы – это сложная технология, поэтому стоимость этих трансформаторов, вот федеральная сетевая компания не дает собрать, миллион рублей за один трансформатор. У нас полтора-два раза будут дешевле эти трансформаторы. А в связи с такой высокой стоимостью эти трансформаторы в основном позиционируют себя для сетей 220 кВт и выше. Мы же можем занять нишу в том числе и 6-10 кВт, 35-110 кВт и 220 кВт. Спасибо. Вы сказали, что есть уже экспериментальная установка, которая проходит соответствующие испытания. Фотографии, случайно, нету? Как она выглядит? Вот это вот. Слева? Слева, да. А это на какую мощность? На какое напряжение у вас? На какого класса напряжения? Микрофон, пожалуйста. Слева на 220 кВт, справа для сетей вплоть до 550 кВт. Ну, 500 кВт и выше. То есть они оба существуют в реальности? Они оба существуют в реальности. Спасибо. Если вопросов нет, можем перейти к следующему выступлению. Компания «Лисис», Андриановский, Денис. Пожалуйста, подготовьтесь к компании «Лайвнет». Никитин Виктор. Прошу. Время начинается. Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Денис Адриановский. Я представляю компанию «Лисис» – лаборатория интеллектуальных сетей и систем. Мы разработали революционный подход к системе защиты управления подстанцией. Такого решения в мире пока нет. Немного о нас. Наша компетенция на рынке электроэнергетики уже порядка 8 лет. Мы за это время вывели 4 бренда. Это компании, которые занимают систему управления. Эти компании занимают четверть рынка. Мы знаем проблему изнутри. Мы знаем, что происходит на подстанции и как происходит автоматизация. Скажите, кто-нибудь из вас был на территории подстанции? Ну, если кто-то не был, в двух словах. Представьте футбольное поле, которое составлено оборудованием. Ну и само здание подстанции, в котором находится система защиты управления, о которых я здесь рассказываю, ну, наверное, раз в 5 превышает по площади данное помещение. Так вот, стоимость всего этого нагромождения шкафов разных систем, связанных между собой десятками километров кабеля, составляет порядка 300 миллионов рублей. Цифра большая. Наша команда — это порядка 40 инженерных сотрудников. Люди активно участвуют в международных комитетах по разработке электроэнергетических стандартов. Это люди, которые находятся на острии атаки. Это люди, которые знают, в каком тренде развивается электроэнергетика. Именно они предложили инновационный подход к системе защиты управления. Ментор, тот, кто оценил эту идею и благословил ее, это Джеффри Тафт, главный архитектор ЦИСКа по направлению Smart Grid. Что мы предлагаем? Наверное, ни много ни мало изменить тот подход, который существует в энергетике последние 70 лет, классические подходы к оптимизации систем управления. Все на все. Мы предлагаем все эти системы заменить на один промышленный сервер. Ну и по классике сын и внук. Кажется, очень просто, но до сих пор этого никто не сделал. Изменение затрат от 300 до 180 миллионов. Ретировочные наши расчеты экономят до 18 миллиардов в год на рынке России. Коротко, чтобы рассказать, в чем же суть технологии. У всех, наверное, смартфоны есть. Но если нет, наверное, кто-то про них слышал. Так вот, сердце каждого смартфона – это программная платформа. Android, AOS, любая. Она позволяет устанавливать программы, которые выполняют функции. Вот и мы разработали интервьюционную платформу, которая позволяет реализовать на ней алгоритмы защиты управления, выполняющие различные функции. Просто, коротко о главном. Много сделано. На самом деле много. Уже не только запатентована технология, но и в конце года произойдет пилотное внедрение. На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение с компанией Россети, в рамках которой будет поддержана технология, будет выделяться дополнительно пилотной зоне. Помимо всего прочего, мировые бренды проявляют интерес. Я, к сожалению, ввиду подписания NDA не могу рассказать номинование компании, но один из четырех ведущих брендов с интересом ведет переговоры о использовании данной технологии. Рынок – 1 триллион. Ежегодные затраты на этом рынке – 30 миллионов рублей на систему оптимизации. Ну и последнее. Мы ищем инвестора. Возврат инвестиций – 300 миллионов в течение пяти лет. И последнее. Мы предлагаем нашей энергетике перейти все-таки от лошадей к машинам. Спасибо за внимание. Спасибо. Просим вопроса. Вы знаете, два вопроса. Первый вопрос по финансам. Пока, по крайней мере, с тем, что сталкивались, к сожалению, любые цифровые технологии точно не дешевле, чем то оборудование, которое сейчас используется. Если можно, кратко просто поясните, с чем связано двукратное уменьшение стоимости. И второй вопрос. Ну, извините за такую наглость. А что вы здесь делаете, если у вас есть уже подписанные контракты на поставку оборудования? В чем является стартапность этой идеи? И что, собственно, требуется от нас, как от жюри и от Сколкова? Спасибо. Замечательные вопросы. Спасибо, жюри. Как это возможно? Просто визуально. Представьте, я назвал цифры. Сто шкафов. Кабель. Это десятки километров кабеля. Медного кабеля, которым каждый из шкафов соединяет с первичным оборудованием. Я просто поясню. Площадь подстанции сокращается в десять раз. То есть вы говорите об автоматизации открытых подстанций? Нет. Ну, закрытые подстанции — это не футбольное поле. Я говорил о территории подстанции. А здания подстанции? Вот оно. Некое схематичное. Наверное, сложно найти фотографию, которая бы хорошо изображала. Поэтому мы решили прибегнуть к компьютерной графике. Ну, схематично, довольно наглядно. Хорошо, давайте я с другой стороны вопрос задам. Стоимость оборудования железного, безусловно, может быть меньше. Вся начинка и софт, который там используется, это ваша разработка? Совершенно верно. Лицензии на использование этого софта, они сколько стоят по сравнению с существующими решениями? Или он бесплатный? Стратегическое развитие данного продукта имеет несколько направлений. Эти переговоры мы ведем. Одно из направлений — это возможность создания совместных предприятий с федеральностью компании. Это на стадии переговоров находится. Другой вариант — это сохранение технологий за нами и лицензирование для компаний, которые будут заниматься инжинирингом. То есть мы открыты. Мало того, я хотел бы отметить, что разработанная платформа открытая. То есть поскольку она создана на базе мировых стандартов, любая компания, используя ее, может разрабатывать эти алгоритмы. Поймите, почему я тогда показал телефон. Это iOS. Мы его создали только для энергетики. Мы приглашаем любые компании, которые заинтересованы в развитии данного направления, разрабатывать алгоритмы. Заказчикам алгоритм будет выступать Россети как наиболее крупный держатель сетевых активов. И вопрос второй, который вы задали. Зачем вы нам нужны? Самый главный вопрос. Иначе вы здесь не присутствовали. Наша команда уже инвестировала 150 миллионов рублей в данный проект. Три года. 150 миллионов. Мы являемся лидерами в этом направлении. Публикации и отклики по всему миру подтверждают это. Но лидерство нужно удержать. Нужно сохранить темп разработок. И без вас, без ваших инвестиций нам это сложно сделать. Мы можем так же уверенно, постепенно разрабатывать. Но идея на поверхности. Мы уверены, что есть компании, которые захотят это реализовать. Поэтому нам необходимо ваше участие. Спасибо большое. Денис, к сожалению, время у нас закончилось. Спасибо, коллеги. К следующему выступлению. Никитин Виктор. LiveNet компания. Пожалуйста, Ксения Савина. Подготовьте следующее выступление. Добрый день. Я представляю компанию LiveNet и технологию интегрированной одновременной, либо правильной, наверное, будет сказать, параллельной передачи энергии и данных. Для чего эта технология используется нами в данный момент? Это питание слаботочного сетевого оборудования на большие расстояния с использованием одного оптического кабеля. То есть это позволяет нам создавать протяженные как периметровые, так и магистральные системы видеонаблюдения, Wi-Fi и даже светодиодное освещение, как отдельно, так и в комплексе. Технология защищена рядом патентов. Сейчас уже получен третий патент. То есть энергия передается стандартным образом через оптические волокна информации, а энергия передается по стальному тросу подвески, который существует в любом оптоволокне. Мы выбрали для себя изначально несколько направлений развития. Это связано либо с программами внедрения нашей технологии, в которую уже была одобрена, в частности, интеллектуальная безопасная дорога, либо те испытания, которые мы проводили с крупными промышленными партнерами, в частности, испытания на аэростате в течение трех дней на высоте километра. У нас работало оборудование. Но это также умная розетка, полевой рюкзак, автономные системы энергоснабжения безопасности. И высокоскоростные телекоммуникации. Это наше приоритетное направление в данный момент. У нас, чуть-чуть конкретнее о технологии, у нас разрабатывается линейка продукции. То есть это генераторы и преобразователи. Технология резонансной передачи электрической энергии посредством электромагнитной волны. То есть генератор преобразует электрический ток в электромагнитную волну. И в нужных местах преобразователь делает обратное преобразование. Генератором мы делаем уже от 100 Вт до 1500 Вт. А преобразователи обычно где-то 100 Вт на одну точку. То есть это вполне хватает, чтобы подключить видеокамеру, Wi-Fi, точку. На выходе вы имеете 220, 48 В, 12 В, в зависимости от пожеланий заказчика. Продукция на основе этой технологии и в плане слаботочного оборудования не имеет аналогов в мире. Ближайший аналог к нам – это оборудование по Е. Но расстояние 100-150 метров и передаваем мощность 60 Вт. И по ценовым категориям тоже. Технология имеет ряд преимуществ. В первую очередь это электробезопасность. КПД на преобразование передачи в зависимости от дальности от 70 до 90%. Естественно, вы экономите медные провода, если у вас это, скажем, достаточно большие объекты. В частности, мы недавно оптимизировали по просьбе наших нынешних партнеров проект и сэкономили 4000 метров медного провода. То есть бросив одно оптоволокно со стандартным стальным тросом, который используется исключительно для подвеса на столбах. Ну, снижение стоимости проектов на 30-40%. Понятно, из-за экономии. Плюс у нас оборудование может подключаться как к существующему оптоволокну, так и собираться с учетом точных расстояний в заводских условиях. И скорость монтажа на столбах, на улице, либо по периметру составляет 4 часа на 1 километр. Технология прошла отработку полевую с августа 2011 года на территории университета Дубна. С августа 2012 года непрерывно работают Wi-Fi точки и видеокамеры. На улице строителей полтора километра. То есть критические температуры не помеха. Команда проектов профессионалов – это команда, которая создала первую интернет-сеть в городе Дубне. То есть это и технологи, и финансисты, и инженеры. Собственно, для чего мы выступаем здесь? Мы работаем как R&D-компания, и мы создаем испытательный новый полигон. Собственно, в этом помощь нам и нужна. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Виктор. Вопросы, если есть. Я, простите, узурпировал микрофон просто рядом со мной, поэтому. Скажите, такой вопрос. А что все-таки вы предлагаете? То есть вы интегрируете существующие технологические решения в новый продукт, или вы разрабатываете новую технологию? Я услышал, что кабель не является чем-то новым, он уже производится. Что именно вы делаете? Мы делаем генераторы и преобразователи как базовое оборудование. Также мы делаем проекты с существующим оптоволоконным кабелем. То есть оборудование позволяет за счет резонанса, то есть в виде электромагнитной волны, передавать электрическую энергию. По любой металлической направляющей. То есть сечение состава значения не имеют, и она используется как антенна, как волновод. Соответственно, так как в оптоволоконном кабеле стандартно всегда есть один, два, в зависимости от количества жил, металлический трос, который для механики используется, мы используем его для передачи таким образом энергии. И аналогов такого оборудования в мире нет? Аналогов такого слаботочного оборудования в мире нет. Коротенький вопрос. А вы по электромагнитной совместимости какие-то делали испытания? Мы работаем на средних частотах. Это не радиочастоты, но и не ультразвуковые. То есть это полностью электромагнитно совместимые. И безопасные для человека. То есть максимальная частота передачи 30 кГц. Спасибо большое. Есть ли еще какие-то вопросы? Спасибо большое, Виктор. Приглашаем Савину к Синию. ГК Сава. Пожалуйста, подготовьтесь, Никита Рац, Литий-Он. Здравствуйте, меня зовут Савина Ксения, группа компании Сава. Как ни удивительно, я, наверное, одна девушка буду представлять сегодня проекты. Итак, проект называется «Высокоточное определение мест повреждений линии электропередач с точностью до плюс-минус одного метра». Данная технология основана на импульсном зондировании линии с последующим анализом отраженного сигнала, выстроение рефлектограммы и выводу результатов. Все это занимает от момента подключения до распечатки результатов всего 25 минут. Извините, извините. На данный момент разработан ряд экспериментальных образцов приборов. Проходили испытания. Вы можете видеть сохраненную рефлектограмму. После этих испытаний у нас в Кубани Нерго сразу же приобрела три экспериментальных образца данного прибора. А также вы можете видеть внизу прибор, который уже… Это рефлектометрический комплекс с нами созданный, который уже произведен в малосерийном производстве. На данном слайде изображена команда исполнителей проекта. Это высококвалифицированный специалист, исполоченная команда единомышленников. Имеем большой совместный опыт разработок и внедрений. Самое интересное – финансовые показатели. В прошлом году я участвовала тоже в Startup Village. И вот этот слайд я сохранила и оставила. Мой проект начал свою работу с прошлого года. Вы видите, показатели за прошлый год, там 720 тысяч. Я показатели увеличила, превысила, то есть на 150% свыше. То есть в прошлом году я заключила договор с ФСК и реализовала его полностью. И там более, около 2 миллионов заработала, как бы переоборудовав свою собственную лабораторию на малосерийное производство. А сейчас здесь мне необходимо 2 миллиона долларов. Я ищу не инвесторов, я ищу стратегических партнеров. Сейчас я за 10 лет имею свою группу компаний и в дальнейшем планирую перерасти уже в корпорацию. Поэтому ищу стратегических партнеров для роста, для выхода и создания своего завода. То есть к концу этого года у меня в планах стоит уже заложить постройку завода с 5 линейками производства. Сейчас мы модернизируем свою технологию, которая позволяет работать не только в сфере электроэнергетики, но и ЖКХ, также и нефтегазовый комплекс. Вдумайтесь, по ЖКХ мы разработали маленький приборчик, который позволяет мониторить линии не только электропередач, но это кабели, телевизионный, интернет, любые кабели, которые позволяют выстраивать 3D-геометрию пролегания провода в комнате. То есть он с точностью до 15 сантиметров вам говорит, где нужно долбать стенку. По нефтегазовому комплексу сейчас мы разрабатываем тоже, модернизируем немножко нашу технологию, которая позволяет решать проблему утечки в трубопроводах. На данный момент вся интеллектуальная собственность на территории Российской Федерации защищена и подготавливаются международные патенты. Наш проект представлялся на различных форумах, выставках, грантах. В прошлом году мы стали победителями Russian Power 2013. Здесь представлена экспертная оценка нашего проекта. То есть все вы знаете, что ФСК никогда не подписывает просто так договор. Он сначала дает почитать о проекте, изучить проект нашим конкурентам. И вы увидите все положительные отклики от наших конкурентов, о нашей разработке. Благодарю за внимание. Готовы ответить на вопросы. Спасибо большое. Спасибо за презентацию. Я хотел уточнить. Вы исследовали возможность интеграции с другими продуктами. Вы, наверное, понимаете, что в любой компании исследование определения места повреждения, связанное с работой других программ, корпоративных в том числе. Вы как-то это исследовали, этот вопрос? И есть ли у вас уже какие-то примеры интеграции? Можете ли вы их привести? Смотрите, по электроэнергетике наши приборы внедрены. Ленэнерго, МОСЭнерго, Кубаньэнерго, Лобинскэнерго. Сейчас подписываются с Кисловодскэнерго проекты. По сфере ЖКХ. У нас есть экспериментальные исследования. Мы проводили, нас приглашал ВУЗ. У них был обрыв интернет-кабеля, и они не могли найти место повреждения. Благодаря тому, что мы приехали, подключились, мы смогли им сказать точность повреждения плюс-минус 15 сантиметров. С этого и началась наша модернизация. Вы, наверное, не совсем меня правильно поняли. Я имею в виду информационные комплексы, которые занимаются, например, определением местоповреждений. Какие-то интеллектуальные программные обеспечения, которые стоят у заказчика. И, естественно, оно использует, допустим, ваши разработки, ваши данные, в том числе для того, чтобы определить местоповреждения на объектах. Но вы не привели как-то пример или у вас нет этого? Нет, сейчас я вам расскажу. Я просто неправильно поняла вопрос. Смотрите, мы разрабатываем рефлектометрические комплексы, которые могут стоять как стационарно на подстанциях, они собирают базу данных о состоянии линии, мониторят, прогнозируют в дальнейшем обрыв, истощение изоляции и так далее. То есть они следят за состоянием линии. А также это может быть мобильный комплекс, который применяется в экстремном случае, когда уже произошло все, обрыв, закоротка или еще что-то. На данный момент у нас аналогов в мире по воздушным линиям нет. Сейчас у нас в России делается, как и во всем мире, где это все кустарно. То есть исследуется линия, выдвигается ремонтная бригада и двигается вдоль линии, ищет визуально место повреждения. По кабельным линиям, конечно, есть аналоги, но существующие датчики на подстанциях, они дают ошибки в километрах. То есть у нас сейчас идет как раз процесс всего этого времени. Вы не совсем еще раз правильно поняли. Я так говорю про не ваш прибор, что там конкуренты, не конкуренты. Я имею в виду, вы как-то связываетесь с системами автоматической системы технологических процессов, да, СОТП, например. А, ну конечно, да. Ну есть ли у вас такие примеры? Ну вот я вот про это спрашиваю вас. Конечно, у нас же в Кубани Энерго это все уже внедрено. У них связь идет полнейшая с их автоматикой на главных спецназах. Ну что за системы? Вы можете привести пример? У нас стоит там стационарный рефлектометрический комплекс, который собирает базу данных и отправляет на систему управления. То есть в момент, когда подходит к аварии, близится или еще что-то, он отправляет на основной пульт управления, и они уже видят, что да, нужно проехать на данный участок, на данный километр и провести мониторинг линии. Я правильно понимаю? Позвольте, я немножко помогу коллеге и заступлюсь, может быть, за российский электросетевой комплекс насчет того, что у нас ничего нету и там только вручную все. Это неправда. Существует достаточно небольшое количество систем определения места повреждения, в том числе и на воздушных линиях, не только на кабельных. Поэтому очень коротко могли бы вы пояснить два аспекта. Во-первых, в чем технологическое отличие вашего решения от существующих уже используемых, ну, больше семи лет решений, в России, и в чем экономика? Ну, то есть, есть ли у вас бизнес-модели, как она выглядит? Спасибо за вопрос, я быстро отвечу. Смотрите, существующее наше самое главное отличие – наша точность. Точность у нас плюс-минус один метр на воздушных линиях. Представляете, да, это огромная точность. Второе – цена вопроса. То есть окупаемость для потенциальных потребителей нашего продукта возможно при его однократном использовании. Быстрота обработки данных, легкость подключения, то есть не нужны специальные допуски для работников. Поэтому мы очень сильно и выгодно отличаемся от существующих аналогов. Коллеги, спасибо большое, мы вынуждены продолжать. Можем любому из наших участников вопросы после сессии задавать. Спасибо большое. Никита Рац, прошу, компания «Литион». Следующий, пожалуйста, Сологуб Вадим, НИИТМ. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Никита Рац, я представляю компанию «Литион». «Литион» разрабатывает новое поколение литиевых аккумуляторов. Большинство из вас изо дня в день используют устройства с аккумуляторами. И также большинство недовольны неудовлетворительным временем работы этих устройств без перезарядки. «Литион» предлагает увеличить емкость аккумуляторов до 2-3 раз за счет использования в качестве материала положительного электрода разработанной нашей компанией материал на основе наноструктурированного оксида ванадия. По данному материалу сейчас подана международная патентная заявка. Также мы планируем подать, согласно заключенному с Центром интеллектуальной собственности Сколково соглашению, еще порядка 5 заявок на патенты, касающиеся устройства аккумуляторов, а также новых материалов, в ближайшие месяцы. Рынок аккумуляторов является высококонкурентным, причем преобладают на нем международные корпорации. Опыт общения с такими компаниями, как BASF и Samsung, позволил нам сделать вывод, что на рынке преобладают, в общем-то, скорее технологические тренды. Компании смотрят друг на друга, а не вокруг. Однако не так давно все стало меняться. Так, компания Panasonic выпустила серийно неперезаряжаемый источник тока с электродом из оксида ванадия, а компания Subaru анонсировала использование в своих электромобилях аккумуляторов с электродом на основе наноструктурированного оксида ванадия. Также совсем недавно наша компания получила письмо от компании Bosch с декларацией заинтересованности использования нашего материала для применения в электромобилях. Что особенно актуально с учетом перспектив развития рынка? Мы ищем инвестиции, и речь идет о 45 миллионах рублей. С учетом того, что компания LITION является резидентом фонда Сколково, а также учитывая грантовую политику фонда, речь может идти примерно о 15 миллионах рублей от частного инвестора, которые мы планируем направить на создание прототипов и верификацию работы наших материалов. Благодарю за внимание, буду рад вопросам. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Прототип сейчас на какой стадии? Что вы уже создали? Однослойная батарейка 10 миллиампер часов. А на циклиру мы себя проверяли? Сколько циклов вы проверили? Ну, 50 циклов спокойно. Еще. Хотелось бы спросить, а в какой нише вы все-таки видите? Только именно химия, чтобы инвесторам поддерживалось? Или какую-то нишу для себя выбрали, где ваша батарея будет работать потом? Вы знаете, ну, здесь, в общем-то, у нас на данный момент мы не видим каких-либо ограничений, нишевых именно. Поскольку, как я сказал, индустриальный партнер у нас склоняется к использованию в электромобилях. Мы, в общем-то, больше ориентировались на портативные устройства, то есть как мобильные телефоны, потому что сделать такую батарейку без индустриального партнера проще. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Для батарей емкость главный, но не единственный показатель. Что вы можете сказать про другие свойства батарей на основе предлагаемой вами технологии? Токи, зарядки, массогабаритные характеристики, стоимость? Ну, что касается стоимости, то ее мы планируем снизить за счет того, что, в общем-то, порядка 30% в стоимости аккумулятора составляет именно катодный материал. Значит, токсид в анаде, он значительно дешевле того же кобальта, например, ну и вообще ряда тех материалов, которые применяются сейчас. Также за счет использования полимерного электролита мы планируем сэкономить на производстве. Что касается других характеристик, действительно, есть минус оксида в анаде. Это напряжение, это 2,7 вольта в сравнении с 3,8 вольта для никель, марганец, кобальт. Но в то же время емкости, объемные на массу, значительно превосходят решения, которые сейчас есть на рынке. А по климатическим характеристикам отрицательная температура, насколько это критично для этих катодов и анадов? Мы не проводили такие тесты на данный момент. Спасибо. Спасибо большое. Никита, спасибо. Спасибо. Приглашаем представителя ОАО НИЭТМ. Следующий, пожалуйста, Калашников Илья, подготовьте. Уважаемые коллеги, представляется проект по разработке технологии оборудования для формирования слоев тонкопленочных источников энергии, выполненных по литийонной технологии, которая сейчас доминирует в мире. Этот проект как бы продолжение в развитии, так сказать, предыдущего проекта. В России рынок на 98% удовлетворен за счет импорта, а это особенно чувствительно при производстве изделий военной техники. На шести отечественных предприятиях производство не может выйти из мелкосерийной стадии, поскольку не обеспечены заказами. Причина – устаревшая намазная и заливная технологии прошлого века, в результате невысокое качество. Проект направлен на решение проблемы импортозамещения снижением к 2020 году уровня импорта хотя бы до 70%. Рынок. Годовая потребность России оценивается 10-15 миллионов штук аккумуляторов малой мощности с объемом более 1 миллиарда рублей. Наиболее массовое использование токоплёночных аккумуляторов, в том числе гибких, малой мощности, ожидается в активных смарт-картах и идентификационных радиометках, а также в медицине, в имплантированных медицинских устройствах и в военной электронике. Это умные снаряды и пули, средства связи и навигации. Вместе с тем, к настоящему времени в России созданы необходимые научно-технологические предпосылки перехода от намазки и заливки к вакуумно-плазменным способам последовательного формирования на ленточные носители твердотельных слоев электрохимической системы токоплёночных аккумуляторов. Именно такая технология, roll-to-roll, применяется ведущими мировыми компаниями. Научная проблема заключается в выборе оптимизации состава материалов, используемых в качестве анода, катода и твёрдого или полимерного электролита и использовании нано-композитных плёнок материалов анода, в частности кремния, который обладает рекордной на сегодняшний день энергоёмкостью до уровня 4000 мАч на грамм. Использование таких материалов невозможно в традиционных технологиях. Сравнение параметров, предлагаемого к разработке источника питания, показывает, что они не хуже лучшего серийного мирового аналога фирмы X-Electron США, а по энергоёмкости могут превосходить за счёт использования нано-композитных плёнок кремния в качестве анода. Залогом перспективности и успеха является наша комплексная команда, состоящая из двух докторов и четырёх кандидатов в наук, взаимно дополняющих друг друга. В научном плане команда опирается на достижения Российской Академии Наук, а в техническом на конструкции технологические подразделения ОАО «НИИТМ». И, пожалуй, самое главное, команда запатентованных технических решений, обеспечивающих скорость нанесения нано-структурированных плёнок сложного стихометрического состава со скоростью 3-5 микрон в минуту, а производительность других вакуумно-плазменных способов, магнетронных и других, на порядок меньше. Создан экспериментальный макет базового модуля технологической установки. Собственно, это и открывает путь для промышленного освоения технологии получения аккумуляторных структур в рулоне, что является конечной продукцией. А последующая сборка аккумуляторов может осуществляться специализированным предприятием. Так, технологическая линия из пяти базовых модулей суммарной длиной до 10 метров может обеспечить суточную производительность до 200 квадратных метров. Александр, время, к сожалению, подошло к концу. Спасибо. Давайте оставим жюри время на то, чтобы задать вопросы. Когда просто начинают говорить про то, что военные нуждаются в аккумуляторах, даже сложно какие-то вопросы задавать. Но, тем не менее, все-таки экономическую составляющую этого проекта вы можете описать? Что конкретно предлагается сделать, сколько это будет стоить и какой выход от этого ожидается? Предлагается разработать промышленную технологию и оборудование для последовательного нанесения в едином технологическом цикле на рулонный материал твердотельных слоев электрочемической системы аккумулятора с производительностью, я сказал, 200 квадратных метров в смену. Этого достаточно для годовой производительности 2-3 миллионов аккумуляторов типа смартфонов и с общей энергоемкостью 1 мегаватт в час. Для сравнения, в Новосибирске построен завод Леотех совместно с китайцами и при финансировании Роснана с объемом инвестиций около свыше 10 миллиардов рублей. У него начальная производительность завода составляет 0,4 мегаватт в час. Мы сейчас говорим о линии производительности, ну, по крайней мере, в два раза больше. Ну, вот раз уж вы упомянули Леотех, позволю себе тоже отметить, к сожалению, завод-то построили, но с рынком сбыта есть сложности. В этой связи есть ли у вас понимание, куда может быть востребована ваша продукция и какой-то хотя бы первоначальный бизнес-план на ближайшие годы по сбыту? Да, Леотех ориентирован на использование в электротранспорте, прежде всего. Мы же рассчитываем, ну, прежде всего, это военная электроника, а также это достаточно сложный рынок, но использование в качестве, ну, просто на широком рынке, в том числе и в российских смартфонах. Хорошо. Крайний вопрос. Конкурентные преимущества по цене какие-то есть по сравнению с зарубежными налогами? Леотехнология, поскольку она групповая, опирается на базовые технологические процессы микроэлектроники, у нее цена в 2-3 раза заведомо ниже, а использование дешевых материалов, самый дорогой здесь может быть только кремний, ну, вернее, используемый кремниевыми мишенами и катодами для распыления. То есть цена раза в 2-3 ниже, рентабельность производства, ну, по крайней мере, свыше 100-150%. Объем инвестиций здесь показан на уровне 200 миллионов, это на неокр, и 350 миллионов рублей на создание, производство и комплектного оборудования. Срок окупаемости до 3 лет. Спасибо большое. Спасибо, Алексей. Приглашаем хэнди-пауэр Илья Киселев. Калашников, извините. Илья, побыстрее. Вот пульт. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Илья Калашников, компания хэнди-пауэр. Мы делаем топливный элемент на основе алюминия, который окисляется и превращается в водород. Собственно, проблема, которую мы решаем, она, в общем-то, очевидна. Проблема, когда у вас сел мобильный телефон или планшет не вовремя. Как правило, почему-то у нас смартфоны все умнее и умнее, а батарейки все меньше и меньше держат. Эту проблему мы решили, собственно, с помощью нашего элемента. В чем, собственно, суть технологии? Очень простая технология, основана на активированном алюминии. Эта технология известна давно, разрабатывается в недрах Института высоких температур, и мы решили сделать из нее простой потребительский продукт, собственно, топливный элемент на основе картриджей. Вот он у меня в руках. Это модель, но мы сделали прототип, который работает, он выточен на токарном станке. А сейчас мы делаем, собственно, промышленный дизайн, находимся на этой стадии, уже мелкосерийного производства. Технология очень простая. Берете алюминий, стираете его в порошок, покрываете специальным составом, чтобы он не окислялся. Алюминий, он всегда окисляется же. И в нужный момент прокалывается мембрана между водой и алюминием, алюминий начинает окисляться. Получается, оксид алюминия, он отрывает водород, который выходит в топливный элемент. А в топливном элементе, собственно, происходит уже реакция преобразования водорода в экологически чистую энергию. Топливный элемент известен больше ста лет. Собственно, технология используется… Для начала мы решили изготовить простой потребительский продукт для зарядки мобильных телефонов и смартфонов. Но технологии можно использовать много где. Например, это костюмы с подогревом для освоения Арктики. Это всякие разные технологии, основанные для робототехники. Это, собственно, бэкап, это разнообразный электрический транспорт. Модели, по которым мы хотим двигаться, это может быть не производство, это может быть лицензирование, потому что, так сказать, мы еще не освоили компетенции на большие объемы производства. Но если эту компетенцию освоить, то, собственно, себестоимость одной батарейки, она одноразовая, будет стремиться практически к десяткам копеек. До магазина она, скорее всего, дойдет в несколько рублей. Хорошая цена для зарядки мобильного телефона или планшета. Ну и, собственно, наверное, все. Давайте я отвечу на некоторые вопросы. Вот. Спасибо. Прошу. Вопросы? Если есть. Простите, пожалуйста, вот прям с точки зрения… Я здесь. С точки зрения бытового потребителя очень прям интересно. А в форм-факторе существующих уже элементов питания возможно производство? Батарейка АА, ААА, ну вот такие, цилиндрических? Ну вот мы смотрели, к сожалению, нет, потому что нужен сам топливный элемент. Кроме картриджа, в котором есть концентрированная энергия, нужен еще топливный элемент, это мембрана с дырками. Она делалась с платиной, но сейчас может делаться из любого другого материала, там с напылением. И он, собственно, здесь происходит преобразование энергии. Если вот такую штуку уместить в какое-то устройство, например, штатно, например, в коптеры, которые сейчас покоряют мир, то мы в скором времени можем вот такими таблетками питать и организовать курьерскую доставку грузов по всея городам. Тогда еще можно по технологии, сейчас коротенький вопрос, по технологии пояснить. Я правильно понимаю, что кроме картриджа в это устройство ничего больше вставлять не нужно? Водой поливать там, то есть все внутри? Нет, мы думали над этим вопросом для туристов, но это очень маргинальное решение. Вот картридж, в котором 1 грамм алюминия и 3 грамма воды, они разделены мембраной, прокалываются, и начинается реакция. Для потребителя все прозрачно. И какая емкость? Здесь емкость достаточно некорректная история, но если сравнивать, емкость должна потребляться тут же при химической реакции. Да, вот куда девается то, что… Да, приблизительно 1-2 грамма алюминия нужно для зарядки аккумулятора смартфона, ну это 1600 миллиампер. А что будет, если проколоть картридж и не воспользоваться выработанной электроэнергией? Ничего, водород выйдет. Но мы придумаем защиту от дурака, собственно, не так много водорода, и он выделяется в течение 20 минут. То есть 1 грамм алюминия – это литр 200 водорода. И он в течение получаса будет потихонечку выходить. Собственно, это не очень опасно. Коллеги, на самом деле время у нас вышло. Я думаю, что будет еще возможность пообщаться в кулуарах и задать какие-то вопросы. Наверняка ко всем вопросы еще есть. Мы сейчас делаем буквально 5-минутный перерыв. Спасибо большое всем выступавшим. Членам жюри прошу не расходиться. Сейчас у нас такая техническая пересменка. Просьба заполнить бланки с оценками и подписать их. И сейчас у нас будет вторая часть нашей энергетической сессии через 5 минут. А в нашем коротком перерыве, просьба не расходиться, у нас есть важное интересное объявление для вас. Передаю слово Николаю Грачеву. Да, коллеги, добрый день. Мы заслушали первые 10 стартапов. Сейчас будет еще 10 участников. Поскольку мы не смогли, естественно, на сегодняшнее мероприятие включить всех, и мы продолжаем работу по поиску новых проектов в России, мы хотели уже заранее объявить о новом конкурсе, который мы как кластер запускаем сегодня-завтра. Это будет конкурс поиска проектов в области энергоэффективности, именно в электроэнергетике. Большое спасибо нашим отраслевым партнерам, которые в этом будут участвовать и нас поддерживать. Это и компания Россети, это и компания Росгидро, это компания ИОН, Сименс, Шнайдер Электрик. Поэтому всем молодым инновативным предприятиям, если вы сегодня не выступили, то не отчасти у вас будет новая возможность подать заявку. Этот конкурс, который, соответственно, будет запущен завтра, и мы до 1 ноября будем собирать заявки всех участников, чтобы пополнить ряды участников «Сколково». Естественно, будут призы и от наших партнеров, и от самого фонда «Сколково». Большое спасибо. Большое спасибо.